Радио Свобода 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 что другие политические фракции, они не спешат избавляться от тех своих членов, которые совершенно жестко борются с их лидерами. Вот вам прекрасный пример, журналист Сергей Лещенко. Он выступает в жесткой критике президента Петра Порошенко, обвиняет Порошенко во многих, так сказать, злоупотреблениях на телевизионных экранах, в прессе. Говорит, что Порошенко хочет с ним расправиться. Но он член фракции блога Петра Порошенко, он попал в парламент по списку этой фракции. И никто его оттуда не исключает. А почему? Ну, вероятно, потому что, если ты исключаешь депутата из фракции, то ты все равно не можешь, если сама фракция это решает, ты все равно не можешь лишить этого депутата мандата. А он тогда остается как бы вот сам по себе. Ну да, потому что как бы вот, я все думаю, что вы могли ему пришить? Нарушение корпоративной этики, нарушение партийной этики. Да, ну допустим. Нет, ну могли, да, конечно. Но я считаю, что в таких случаях надо, если вы не согласны с этими обвинениями, надо исключать. Вот Батьковщина показала, что это можно делать. Что не надо держаться за количество мандатов, а надо держаться за репутацию. Ага, то есть потеря мандата для них дороже, чем вот эти обвинения от члена партии, которые сыплются и опять же портят репутацию их лидеру. Очень интересно. Значит, там действительно, как только случился этот минский вояж, Тимошенко заявила об исключении из партии, они не могут. То есть мне кажется, что они даже, может быть, и хотели бы исключить из партии, но оказывается было свое заявление Савченко, как теперь выясняется. Но из фракции они исключить могут. Это из любой партии можно исключить. Лена, мы сами воспитывались в стране, где исключение из партии было любимым вообще дисциплинарным наказанием. Да, да, да. Но, видимо, уже прошли те времена. Возможно, сейчас исключение из партии подменяется заявлением собственного члена партии. Ну, как говорят вам, вот вы идете, там, вас хотят уволиться с работы. Но в конце концов, ну, там, мы знаем примеры, ну, допустим, там, Сергей Иванов, да, вот. Ему говорят, вот вы идете по собственному желанию, по собственному желанию заниматься экологией. И он говорит, да, я по собственному желанию хожу. Поэтому я и говорю, что теперь исключение из партии приравнивается к этой истории собственным желанием. Это желание было Надежды Савченко, бог с ним. Я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас кусочек интервью, которое Надежда Савченко давала вот здесь, в этой студии, просто историческое место. Вот я сижу, кажется, чуть ли не на том же стуле, на котором она сидела, буквально полтора часа назад. Я сидела, ждала своей очереди, когда она даст интервью коллегам из службы Донбасс-Реалии. И тут так случилось, что она быстро-быстро убежала после этого, я заскочила за ней в лифт. Она говорит, что нет, больше ни с кем не договаривалась, и мне не удалось взять своего интервью. А мы посмотрим кусочек, как она объясняет, каким образом она вообще оказалась на переговорах с этими людьми, с Плотницким и Захарченко. Давайте смотрим. Как вы думаете, почему Захарченко и Плотницкий решили таки встретиться с вами? Какой их мотив встречи с вами? Давайте вы спросите это у них, как журналист, потому что я не могу комментировать мысли других людей. Наверное, эта встреча необходима, и рано или поздно она бы состоялась. И даже людям на оккупированных территориях и тем, кто сейчас противостоит украинской власти, им тоже нужен мир. Никому не нравится смотреть, как умирают дети, когда голодно и холодно. На этом нужно сходиться, и поэтому нам нужно искать то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Я говорила на украинском языке, и Плотницкий и Захарченко меня прекрасно понимали, и они говорили на русском, и я тоже их прекрасно понимала, как сейчас вас. Как вы думаете, кто в конечном итоге примет решение и принимает решение об освобождении незаконно удерживаемых людей на подконтрольной сепаратистам территории? Это сепаратисты? Вы верите в то, что Захарченко и Плотницкий действительно в этом плане самостоятельны? Вот ваша точка зрения? Знаете, мне все равно, на кого будут вешать ордена, когда люди вернутся. Абсолютно все равно. Но я никогда не буду думать, кто принимает решение и рассказывать, кто самостоятельный, кто не самостоятельный. Много кто считает, что я политик, принадлежу фракции, что я должна действовать так или не иначе. Но есть много и тех людей, кто с этим не согласен, что я не самостоятельна. Не может быть что-то на 100%. Частично они самостоятельные, частично не самостоятельные. Но правила переговоров говорят о том, что говорить нужно с теми, у кого есть люди. С Россией нужно говорить про наших политзаключенных, в России, а с Донбассом нужно говорить про наших военнопленных. У нас есть материал. Это страшно так говорить про людей, но нам есть о чем говорить. Вот еще один вопрос из Ютьюба. Люди уточняют, кто все-таки именно пригласил вас на встречу. Мне передал это Руба, то именно ему передавал я, не спрашивала. Вот, пожалуйста, Рубан, эта фамилия уже прозвучала в нашем разговоре, передал Надежде Савченко приглашение на встречу с лидерами ДНР и ЛНР. Больше ее ничего не интересовало. Ее пригласил человек по фамилии Рубан, она приезжает в Минск и проводит переговоры. На самом деле непонятно с кем. Потому что Надежда Савченко говорит, что она проводила переговоры с Захарчиком и Платинским. Которые хорошо понимали ее украинский язык. Да, на самом деле там были представители российской стороны. То есть те люди, которые действительно принимают решение о том освобождать или не освобождать украинских заложников, которые находятся как на Донбассе, так и в самой России. И по сути, это, как вы понимаете, переговоры были с российскими представителями, с представителями российских спецслужб, которые являются кураторами Захарченко и Платницкого. Кстати, именно поэтому Захарченко до сих пор ни слова не говорит об этих переговорах Платницкого. Вероятно, поручено это обнародовать. Но понятно, что Надежда Савченко либо не хочет себе давать отчет в том, с кем она на самом деле вела переговоры, либо ей это действительно все равно. Коллеги, которые брали, вот коллега, который брал интервью, я слушала первую часть, он перечислил ей четыре русских фамилии. Он сказал, что вот эти люди ведь сидели, были на переговорах, кто эти люди? Она говорит, ну это члены там организации, которые занимаются освобождением там с российской стороны вот этих политвязанных там или военно-пленных. Вот так она объясняет присутствие этих людей. Ни о каких спецслужбах, конечно, она не говорит, что здесь были спецслужбы. Она не знает, понимаете, вот она, видите, что получается, что человек категорически отрицает то, что где-то там за всем этим может стоять московское руководство, Кремля. Ее это вообще как бы не интересует. Ну, Лена, это же и есть путинская идея, которую она воплощает в жизнь. С первого дня, когда были оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и Владимир Владимирович Путин, и другие представители российского руководства, они что нам говорят? Это гражданский конфликт. Мы в нем не участвуем. Мы вообще не понимаем, почему нас за это наказывают. Вот вы должны вести переговоры с повстанцами, которые восстали против киевской хунты и которые хотят жить на Донбассе иначе. И это эти люди создали эти органы власти, создали народные республики, почему-то вы их не признаете, непонятно почему. Они создали все вот это вот ополченческое движение, они купили танки и прочую технику в военторге, где-нибудь по соседству, и они удерживают украинских военных, которые туда пришли как оккупанты. Конечно, как оккупанты, как кто еще. И если вы хотите, чтобы ваших людей освободили, вы должны вести с ними переговоры, не с нами, мы-то тут при чем. И Надежда Савченко, она, к сожалению, говорит это родственникам этих людей. Это самое страшное, что она делает. Потому что это, посмотрите, это люди, которые ждут своих мужей, отцов, детей. Вот они не должны думать о политических категориях. Им просто хочется, чтобы люди вернулись, близкие им, родные, любым путем. Им действительно не важно, кто их освободит. Савченко, не Савченко, Рубан, Медведчук. Слушайте, мы с вами, если бы были в такой ситуации, мы разве так бы не думали? Тоже бы, наверное, так думали. И вы бы думали, ой, вы знаете, это, наверное, переведет ситуацию в плоскость гражданского конфликта. Против России снимут санкции. Она сможет на нас напасть и может еще захватить каких-то наших солдат. Ну, других же захватят, не родственников, ну, в конце концов. Ну, если уж так, цинично говоря. И, конечно, в этой ситуации родственники имеют полное право желать, чтобы их близкие освободили любым путем. Но политик, ответственный человек, хотя бы патриот своей страны, должен думать о последствиях своих действий. Должен думать, что он реально играет в интересах не просто другого государства, а государства, которое на него напало. И против которого этот политик якобы воевал с оружием в руках. Я хочу напомнить, что Надежда Савченко воевала против Российской Федерации с оружием в руках. Да, вот в этом, вы знаете, тут есть масса интереснейших моментов. Это фактически такая полудетективная история. Я обратила, я же отслеживаю, вы знаете, российскую прессу, российскую подачу, идеологическую подачу. И я обращала внимание на то, что, любопытно, человек, который обвиняется в тяжелейшем преступлении, в убийстве российских журналистов, которые так оплакивались тяжело и мучительно всей страной, она не, ну, извините за жаргон, ее не мочило российское телевидение так, как оно умеет. Она была как-то выведена из поля резкой критики, острых проклятий. Она не подавалась как фашистка, как там, это могли себе позволять какие-то издания, может быть, что-то такое. Российская телевидение очень спокойно освещала, очень спокойно освещала процесс по делу Савченко. Говорили, в чем она обвиняется, но не делали. Вы знаете, они умеют сделать врага из человека, из нее врага не делали. Когда ее освободили, а потом, когда она приехала уже совершенно свободно на территории Российской Федерации, казалось бы, российское общество должно возмутиться. Как это? Убийца наших журналистов разгоревает здесь? Нет. Его общество научили не возмущаться и терпимо относиться к Надежде Савченко. Извините, я проведу параллель с Евгением Васильевой. Общество научили ненавидеть Евгению Васильеву когда-то. Когда ее никак не сажали, общество возмущало. Почему вы ее не сажаете? Потом ее отпустили. Общество возмущалось. Его научили. Надежду Савченко не учили ненавидеть. Это очень интересный момент. Я вам можно скажу об украинском обществе? У меня с украинским обществом был очень важный вопрос, который я хотел бы задать. С украинским обществом это была какая проблема? Она была связана с тем, что когда была вся эта история Савченко, я был одним из активных защитников Надежды Савченко. Я писал об этом в его статье, делал об этом программе. Можете это посмотреть, мне не нужно это доказывать. Но все были защитниками. Я говорил, что для меня Надежда Савченко это один из украинских заложников, удерживаемых в России и на оккупированных ею территориях. Один из. Что есть люди с такой же судьбой, даже более сложной, и они уже приговорены. И к ним не ездят журналисты. Их процессы не показывают. Им не дают выступать с речами. Их никто не собирается миловать. Как это, кстати, было в истории с Олегом Сенцовым, за которого выступали самые выдающиеся деятели культуры России и мира. Включая, между прочим, и Сокурова, и Михалкова. И что получилось с этим, мы знаем. И я всегда говорил своим соотечественникам, не делайте, пожалуйста, кумира из одного человека. Надежда Савченко такой же заложник путинского режима, как и все остальные. Вот мы освободим Надежду Савченко, надеюсь, мы должны на следующий день не думать, что она героического делает для страны, а заняться освобождением всех остальных. А историческая роль Надежды Савченко исчерпывается в ту секунду, когда она вступила на украинскую землю. Нужно обеспечить достойное лечение, реабилитацию, помочь после ее голодовок, но не принуждать к занятиям того, чем она никогда не занималась, политической и общественной деятельностью. Наше внимание должно быть сосредоточено, я в этом был уверен тогда, и уверен сейчас, на освобождении людей. Кстати, в этом я согласен с Надеждой Савченко. Надо освобождать заложников, только так, чтобы это не вредило государственным интересам. Ну, мы еще поговорим о том, что он с ней все-таки что-то... Я думаю, что вы сейчас бы ее под... Зная о том, что случится дальше, вы уже немножко по-другому бы смотрели и тогда на этот процесс. Не смотрел бы. Все равно. То есть это бы не изменилось. Не смотрел бы, потому что я все равно считал... Да, я видел, что Надежда Савченко... И сейчас вы считаете, что все, что с ней происходило, это происходило с ней, с тем, как вы воспринимали ее, ничего в этой истории подсадного, подставного, никакого троянского коня изначально не было. Смотрите, Надежде Савченко предоставили трибуну. С этой трибуны она говорила совершенно верные вещи о том, что происходило на Донбассе. Эта трибуна, безусловно, была очень важной частью нашего диалога не только с Россией, но и с миром. Если в России считали, что они таким образом создают ей авторитет, который позволит ей потом вести себя иначе и разрушить наше государство, если наша вера в собственную свободу, то я могу сказать, что они просчитались ли она? Вы знаете, я предлагаю, Виталий, посмотреть очень интересный второй фрагмент интервью, потому что, ведь когда она обнародовала, ну, прижали, не знаю, добровольно, она обнародовала факт встречи с террористами, как называют здесь лидеров ДНР и ЛНР, она сказала, что, ведь не просто так она говорила, а не только о пленах, она обнародовала свое представление, идеальное представление о мире. Она сказала, что если мы договоримся по пленами, настанет мир. И вот как она себе вообще-то представляет эти контакты с этими республиками, очень любопытный фрагмент сегодня прозвучал утром. Давайте его посмотрим. Не могу не спросить у вас о сюжете проекта, одного из телепроектов. Журналист позвонил вам, предложил от имени сепаратистов открыть посольство ДНР и ЛНР в Киеве. Вы на видео якобы согласились на это. Прокомментируйте, пожалуйста. Вот вопрос такой же встык. Насколько далеко вы готовы зайти в общение с сепаратистами? Есть ли какие-то красные линии, которые вы бы ими бы не занимались в переговорах с сепаратистами в политическом смысле? Однозначно есть. Теперь сначала. Я не видела этого видео целиком. Я слышала, что оно где-то есть. Оно такое достаточно веселое вроде бы. Вы сказали, что я согласилась открыть посольство. Такого не было. Я не знаю, как это подали журналисты, может быть, в виде какой-то нарезки. Я напротив сказала, что я не могу открыть посольство того, чего не существует. Нету ни ДНР, ни ЛНР. Я сказала, что если вы хотите, чтобы вас слышали, нужно начинать говорить. И такие телемосты были не раз. Я не могу сказать, что это должен быть прямо ваш какой-то пресс-центр, потому что тогда вам просто разобьют окна. Давайте делать какой-то такой проект. Пусть начинают говорить дети. Вы записываете у себя передачи, мы у себя. Вы крутите наши телепередачи там, а мы крутим ваши. Какие передачи? Например, как дети встречают Новый год в детских садах. И когда вы увидите записи с какими-то праздниками или утренниками, вы увидите, что в них есть только одно отличие. На Западе, например, на елочках висят ангелочки, а на востоке, в Донецке, звездочка. Но дети празднуют Новый год одинаково. С этого нужно начинать. В школе уже начинаются отличия. Там уже в, так называемом, ДНР-уроке гражданственности сейчас, которых воспитывают. В школе, да. Мы теряем эти поколения, все начиная со школы. Мы уже потеряли то поколение, которому сейчас 12 лет. Потому что ни один ребенок не сможет забыть, что с той стороны убили его отца. Но мы еще можем спасти то поколение, которому сейчас 3 года. А можем еще 20 поколений потерять. Я неоднократно получала такие звонки. И я иду всегда на такие контакты. Я всегда предупреждаю об этом соответствующие органы. Я вот хочу поприветствовать Юрия Бутусова. Это главный редактор Цензернет. Самое замечательное издание на Украине, которое любят в России и всегда рады слышать Юрия. Пока его не блокируют, любят. Как только заблокируют, любить нечего. Все время блокируют, открывают, разблокируют. Юра, ну вот вы сейчас услышали несколько любопытнейших мыслей Надежды Савченко. Она говорит, ну давайте, нам нужен канал общения. Вот давайте откроем, вот вам-то очень близко должно быть. Пресс-центр, в котором мы будем транслировать, через который посредством такие вот передачи. Мы в Донбассе будем рассказывать, как наши дети украинские празднуют Новый год, а они нам будут рассказывать, как вот донецкие дети празднуют Новый год. Это будет такой общий, и это будет нас объединять. Потому что мы увидим, что Новый год на всех общий. И он нас как-то вот сплотит. Что вы обо всех этих прекрасных и прекраснодушных мыслях думаете? Я думаю, что ситуация Савченко это просто демонстрация, насколько в украинской политике очень много всяких людей, личностей, которые говорят самые контроверсийные вещи. Некоторые из этих людей становятся на какой-то период очень раскрученными, такими, как сейчас Надежда Савченко. Есть менее раскрученные. Но на самом деле я бы не уделял такого большого внимания. Мы все уважаем и будем уважать Надежду за ее мужественное поведение в плену. Она избрала себе в жизни путь профессионального солдата. Она всю жизнь служила в армии. И в пехоте она была, и в десанте. Потом она добровольцем пошла в Айдар. То есть, ну, вы знаете, то, что сейчас мы с такой очень большой серьезностью обсуждаем, то, что говорит один из 420 депутатов Верховной Рады, это, конечно, важно и важная тема. Но я бы не преувеличивал значение ее слов для украинской политики. Это очень медийно. Она говорит контроверсийные вещи. Мне просто кажется, что... Контроверсийные это... Мне кажется просто, что она говорит то, что ей хотелось бы, чтобы вот вбрасывалось в инфопространство и то, что дает наибольший резонанс. И мне кажется, что те люди, которые ей дают такие советы, они немножко неадекватно воспринимают ситуацию в Украине и смотрят это все-таки глазами ближе все-таки к той позиции, которая есть у российского руководства. Но я все-таки хочу сказать, что мы здесь с вами не одни. Кто уделяет какое-то внимание ее словам? Я честно отбарабанила украинский телевизор последние два дня. Вот вчера нон-стопом шли передачи о том, что она встретилась с сепаратистами. Я свою позицию высказал. Нет, Юр, но вы согласитесь, что это очень необычно. Я второго украинского политика не знаю, который бы поехал в Минск, встретился с Плотницким и с Захарченко. Это вообще-то сама ситуация беспрецедентная. Вот как вы оцениваете ее... Давайте все-таки мы говорить хорошо о том направлении, которым она занимается. Она наводит вот мосты, как в ее понимании, как она себя представляет, которые приведут к миру. Она говорит, что мои попытки обменяться вот наладить обмен пленами, приведет, в конце концов, к миру в Украине. Вы-то как считаете? Я не думаю, что это попытка навести мосты. Я думаю, что Надежда, скажем, думает, что слова становятся материальными. Поэтому она говорит очень много разных слов, которые стать материальными не могут, потому что они крайне далеки от интересов большей части украинского общества, от интересов тех, кто ведет войну в Востоке. Слова не оценивают. Оцените ее действия, деятельность. Вот вы считаете, это правильно, это грамотное направление. С ними надо договариваться о пленных. Не надо. Оцените вот то, что с ними делать. Я думаю, что действительно, она просто не понимает, что такое политика, что такое украинская политика. И она просто человек, которого отсутствует такой жизненный опыт. Если почитать ее книгу «Сильное имя надежды», в принципе, там достаточно все четко показано, сказано, ее жизненный путь, ее взгляды на жизнь. Здесь она попала в свет софитов. И далеко не всех людей этот свет софитов и направленные микрофоны возвышает, поднимает и заставляет как-то мудро действовать, разумно. Некоторых людей это просто оглушает, ослепляет, и они делают абсолютно неразумные слова. Я не могу из вас вытащить оценки ситуации. Вот я сижу, уже третий вопрос. Я, Юр, пытаюсь понять. Она едет в Минск. Вы считаете, что каждому, кому засветил в глаза свет софитов, позволят ехать в Минск и проводить переговоры с этими? Это же все... Одну секундочку, одну секундочку. Я все-таки хотел бы тут вмешаться. Давайте. Ей никто не позволяет ехать в Минск. Ей зовут. Украина, смотрите, не Россия. Значит, если у нас гражданин захочет поехать в Минск, вот или Юра, или я, мы возьмем и поедем в Минск. Вы поедете в Минск, но к вам не приедут. Совершенно верно. Но Захарченко и Плотницкий тоже не сами ездят в Минск. Их туда должны привезти. Так это то, к чему я... Так это то, чего я и хочу. От него добиться реакции на всю эту историю. Надежда просто, думаю, не понимает, что она является сейчас просто инструментом российской информационной войны против Украины. Я думаю, что она просто этого не понимает. Я надеюсь, что она этого не понимает. Потому что если она это делает осознанно, то, к сожалению, она этим перечеркивает всю свою героическую биографию. В принципе, для украинского общества это уже произошло. Потому что эти ее заявления, они направлены вообще никак не на миротворчество. Технология обмена пленными, она зависит совсем от других вещей. Нет, например, нельзя говорить об обмене пленными, если, например, российская сторона до сих пор не представила полный список пленных, с которым была бы согласна Украина. Мы знаем многочисленные случаи, когда пленные, наши пленные, не включались в списки специально для того, чтобы иметь возможность торговаться, чтобы иметь возможность давить на украинское руководство и срывать таким образом заложенный в Минске принцип обмен всех на всех. Поэтому, если бы Надежда хотела действительно содействовать этому обмену, то прежде всего нужно было бы уточнить судьбу всех украинских пленных. Чего нет? Нет технологии, есть просто слова. Давайте мы поменяем кого-то. Ну, это хорошие слова, наверное. И с ней будут играться, так же, как часто играют террористы с переговорщиками, имитируя, возвышая каких-то людей в процессе. А вот можно еще раз сформулировать и вы, и вы, Виталий. Вот сначала, Юрий, а в чем? Вы сказали сейчас, она играет в чужую игру, ее используют. Для чего? В чем замысел? Вот в чем? Чего хочет добиться российская сторона, вбрасывая надежду в эти переговоры? В чем цель-то стоит, задача? Прежде всего, безусловно, это просто фоновая информация для демонстрации того, что ДНР и ЛНР – это вообще сторона переговоров. То есть, демонстрация сама Савченко, как депутат Верховной Рады, должна легитимизировать Захарченко и Плотницкого, как украинских договаривающихся политиков. То есть, Россия выбрала путь на украинизацию конфликта, хотя бы внешнюю. Все понимают, что там российская армия, но они хотят показать с политической точки зрения, там тоже есть некий украинцы, с кем идет некий диалог. Это нужно просто изобразить. В Украине никто в это не верит. Эта конструкция продается для Запада, для того, чтобы можно было как-то эту всю тему легитимизировать и потом перевести в вопрос снятия санкций, и украинцы договорятся между собой. Вот это все основная ключевая игра. А второе, конечно, это уже мелкое второе, что вытекает из этого основного, это более мелкое, но тем не менее. Надежда просто представляется таким украинским здравомыслящим политиком. Вот сидит здесь злобная хунта, недоговороспособная, а вот есть, оказывается, хорошие в Украине люди, которые верят в миротворческие усилия России, в миролюбие. Вот они молодцы. Понимаешь, что Россия ни при чем. Да, она дискредитирует таким образом украинскую политику, украинское государство. И она выводит и все время в своих словах, Она дискредитирует украинское государство в этом конфликте. Есть еще один очень важный момент, важное следствие, о котором я хотел бы сказать. Потому что я согласен, что вообще я считаю, что это все в принципе делается ради снятия санкций. Чтобы дать Западу, вот если Запад хочет получить возможность снять санкции с России, вот он ее получает. Видите, это внутриукраинский конфликт. Причем тут Россия? Хотите санкции устраивать? Устраивайте их против ДНР, ЛНР. Вот они же против других стран, с которыми ведет переговоры украинская сторона. А может они будут тогда податливее. Но есть еще другой момент. Ко мне вот на программу, допустим, часто ходят родственники заложников. Плачут матери. Это люди, которых удерживают в России. В России, да? Карпюк, Хлых, вы знаете эти фамилии. И не только они, Сенцов. Вот то, что делает Савченко, оно ведь разъединяет эти два потока людей. Мы все время говорим, и я постоянно говорю, о двух частях этих заложников. Одни из них удерживаются в подвалах ДНР, ЛНР. Это, кстати, страшная судьба, потому что там вообще полное бесправие. Другие, есть часть людей, которые удерживаются в Крыму, как бы по российскому законодательству. На самом деле мы понимаем, что это особый режим там в Крыму. Еще есть часть людей, которые удерживаются в России. И есть еще одна часть людей, четвертая. Это вот Карпюк, Хлых. Это те, кого судили в Чечне. Это тоже особый режим, Лена. Надо понять, что это четыре разных режима. Но мы их объединяем в один, потому что мы хотим, чтобы всех этих людей освободили. Вот Надежда Савченко, фактически эти три группы людей, к одной из которых она сама относилась, потому что она не была в подвалах Донбасса, ее передали Москве. Вот для чего это? Хороший вопрос. Была конспирологическая история, что это сделали чуть ли не по личному предложению Виктора Медведчука, который знал уже тогда, как ее использовать. Но это конспирология. Нет никаких доказательств, да? Она просто, эта конспирология сейчас накладывается на новую конспирологию, что это сейчас тоже Медведчук делает. Но я это слышал в первые дни, после того, как Надежда Савченко появилась в судебном заседании. Вот вы говорите, если бы я что-то знал, бы я ее защищал. Вот это я знал, например. Это мне говорили. Но я считал, что это для меня не имеет никакого значения. Все эти конспирологии. Но для меня имеет значение другое. Чтобы мы могли оперировать необходимостью освобождения всех наших граждан, даже тех, кого Россия объявила своими гражданами, как Сенцова и его товарищей, из российских тюрьм. Потому что это все российские тюрьмы. В ДНР, ЛНР, собственно, в Российской Федерации, в Автономной Республике Крым и в Чеченской Республике. Это все решается российскими спецслужбами и российским руководством. Когда Надежда Савченко фактически это отвергает, ну, послушайте, понимает она это, не понимает, она против украинцев работает, против тех людей, которые в тюрьмах удерживаются, работает, против их матерей и жен работает, она их враг. Но надо это правду сказать. Почему не можем это правду сказать? Знаете, вот я предлагаю посмотреть сейчас опрос московских прохожих. Я думаю, если бы мы такой же опрос провели в Киеве, его нет смысла проводить. Мы бы спрашивали киевских прохожих, считаете ли вы руководство ДНР и ЛНР террористами? Ну, там не будет никаких других мнений. Все скажут да, и за это, собственно, исключает Битковщина из своих, решает отмежеваться от Надежды Савченко. вы не найдете на Киевской улице человека, который считает иначе ли, но вы ошибаетесь. И скажет об этом? Надеюсь, да. Конечно. У нас немало таких людей. Люди пишут открыто, конечно. Ага, ошиблась, ошиблась, хорошо. Значит, в Киеве... Медведчук у нас действует открыто, легально. И вот эту пропаганду и пропаганду пророссийскую ведется открыто. То есть я спрашиваю прохожих, считаете ли вы террористами, Захарченко? Они говорят, нет, мы не считаем. Вы приедете в офис организации, где вам официально это скажут на камеру. И вы на улице тоже можете... Тогда мы зря не провели второй опрос, потому что считали, что это очевидно. Я недавно, Лена, ехал в такси, вот здесь и писал об этом в Киеве, где мой уважаемый таксист слушал московское радио, специально на средних водах, я только его слушаю. Я таких людей встречаю немало в разных городах Украины. Слушайте, это демократическая страна, здесь есть люди, которые являются сторонниками того, чтобы украинская государственность не состоялась. Они в меньшинстве, это правда. И они свободно об этом говорят. Но он же не выключил это радио. Он стал со мной делиться тем, какое оно замечательное. Хорошо. Давайте посмотрим, что говорили московские прохожие, как они отвечали. Считаете ли вы руководство ДНР и ЛНР террористами? Нет. Настолько все сложно, настолько все неадекватно часто бывает. На Украине, я думаю, своя позиция. Пришли люди, другие люди, которые там захотели каких-то некоторых перемен. Эти перемены не устроили какую-то часть населения. Вот, собственно, и все. Террористам можно объявить кого угодно. Сейчас очень это легко. Они не террористы. Что вы? Террористы другие. Нет. Почему не считается? Ну, потому что я считаю, что там много русских людей, что вообще нужно было Путину это забрать в Россию, потому что люди гибнут ни за что. Лично я не считаю. Но они защищают свою малую родину, свою землю. Я считаю солдат, которые воюют за свое государство, солдатами. Я считаю людей, которые дают им указания убивать мирное население военными преступниками. Террористы, скорее всего, те, которые развязали войну против этого народа. Это Порошенко и Ежи с ним. И спонсоры, американцы, которые помогают им оружием, советниками и прочее и так далее. Ну, наверное, да. Ну, потому что столько жизнью потеряно. И стариков, и женщин, и детей. На самом деле. Потому что Россия и Украина раньше были совместны. И у всех есть родственники в России, но в Украине. Нет. Почему не считаете? А что их считать? Они, знаете, у них киевская власть придурки. Вот. Значит, это редкий случай. У нас в основном вопросы бывают за и против. Здесь тотальные. Тотальные. Они не террористы. Все так сложно, все так запутанно. Но разбираться некогда брать. Да, интересно, что я вот доверяю этому. Он не репрезентативный, но я ему доверяю, что в основном все считают. А в Украине, получается, на Украине, как сказали бы наши российские слушатели и наши российские ведущие, получается, что есть вариант террориста, есть вариант нетеррориста. У нас целая фракция оппозиционный блок Верховной Рады, которая об этом говорит. Как можно, естественно, чтобы у людей не было такого мнения? Сравнивать эти два опроса как полярные, это все равно сравнивать Россию и Украину. Это разные страны. Россия это страна тотального единомысля, Украина это страна, победившая демократия. Опросите депутатов оппозиционного блока и вам 60 человек скажут, что это не террористы. Тогда я спрашиваю мнение вас. Итак, ваши, ведь все последние сутки все это идет под лозунгом можно ли договариваться с террористами? Все опросы на ваших каналах я смотрела, включала, задают вопросы по телефону людям, опросы проводят, можно ли договариваться с террористами? То есть все-таки согласитесь, что официально, ну официально у вас не говорят, но общепризнанная точка зрения в средствах массовой информации это террористы. Согласитесь с этим. И дальше, исходя из своей точки зрения, задают вопрос слушателям и зрителям, стоит ли с ними вести переговоры. И, конечно, аудитория не тотально, но в общем не стоит, отвечает на этот вопрос. А что же тогда? Есть ли общепринята точка зрения, что они террористы? Больше людей, которые считают их террористами на Украине? Больше. Будем считать ее подавляющей. Нет, вопрос, извините, просто вопрос, кого их? Руководство. Кого у нас считают террористами? Террористами. То есть у нас считают террористами офицера ФСБ Стрелкова Гиркина, который развязал войну на Донбассе. Его уже нет, забыть о нем. Его считают террористом. Моторолу Арсена Павлова у нас считают террористом. Существующего. И просто люди все знают. Захарченко. Подождите, все в Украине, в чем отличие ситуации? Почему мы говорим террористы? Потому что есть российские военнослужащие, сотрудники российских спецслужб, которые развязали эту войну, не скрываясь, открыто, давая об этом интервью по сегодняшний день, что это они сделали первые выстрелы, как говорит Гиркин, это я развязал войну. Естественно, для украинских, для украинского общества, это является основным показателем, кто начал войну. Поэтому, когда у нас говорят террористы, у нас в образ, это не граждан Украины, а прежде всего российских граждан, российских военных, офицеров российских спецслужб. Это они террористы. Поэтому, говоря о терроризме, у нас, как правило, используется российский терроризм. нет, подожди. Юрий, вы меня не путайте, пожалуйста. Поехал Надежда Савченко разговаривать в Минск с Захарченко и с Плотницким. После чего, совершенно непосредственно, на основании случившегося, задается вопрос вашей аудитории. Вести ли переговоры с террористами? Конечно же, напрямую. Захарченко и Плотницкий, украинские граждане. Напрямую называют. Я вам отвечу на этот вопрос. Хотите, очень просто. Я, например, считал всегда, и считаю, что с террористами можно вести переговоры. Вот моя точка зрения. Я всегда говорил об этом, когда речь шла о ближневосточном урегулировании. Можно ли вести переговоры с Ясером Арафатом? Он террорист? Для меня да. Он повинен в уничтожении огромного количества мирных граждан Израиля. Как и многие другие представители палестинских организаций. Ведет Израиль с теми переговоры? Ведет. Иногда непосредственно. Иногда даже с Хамасом при посредничестве с Египта, когда речь идет об освобождении наших, так сказать, израильских граждан. Но проблема здесь совершенно другая. Захарченко и Плотницкий не просто террористы, они марионетки. Они не принимают решения, что мы не раз видели. Так они все-таки террористы? Они, безусловно, террористы, потому что они руководят террористическими группировками. Я считаю их просто террористами. Я считаю их просто сотрудниками российских спецслужб и российских вооруженных сил. Одна же коллега. Поэтому сказать, что это террористы в данном случае, это терроризм, это у нас государственные служащие это используют, чтобы не говорить о российской агрессии. А мы с вами в студии можем четко сказать, это не террористы, это военнослужащие нашего врага, Но опять-таки, если бы они принимали самостоятельные решения, я все равно считал бы, что с ними нужно разговаривать. Можно разговаривать на разных языках, можно разговаривать языком ультиматума, можно разговаривать языком дипломатии, потому что они могут принять какое-то решение. Но мы же прекрасно понимаем, что не могут. Мы уже не раз видели, как там менялись, тасовались эти все кадры, так называемые, в зависимости от телефонного звонка Суркова. Поэтому разговаривать нужно с Путиным, разговаривать нужно с Сурковым, разговаривать нужно с Шойгу. Ну, с руководителями... То есть с руководителями банды, короче, ну террористов, условно. Нужно вести переговоры... Ну да, совершенно верно, да. Нет, мы должны обязательно вести переговоры со всеми, кого выдвигает Россия, но при этом не прекращать работу по сокращению числа участников этого переговорного процесса, так как это было сделано с Моторолой в Донецке. Поэтому это двусторонний процесс. Дипломаты говорят свое, а армия и спецслужбы должны защищать Украину, и они это будут продолжать делать. Я считаю, что с Моторолой это была ситуация, мы не знаем, уничтожили его украинские спецслужбы или свои, но в любом случае это обыкновенный преступник. С ним никто не вел переговоры, потому что он ничего в принципе не решал административно. Честно сказать, я тоже не уверена, что это... Мне кажется, что это очень большой комплимент украинским спецслужбам. Они, наверное, рады... Это хороший пример. Они, наверное, рады, что так про них думают, но там столько разборок, и нам известных уже между собой. В основном они сами друг друга ликвидируют. Я согласен. Но в любом случае ситуация связана с тем, что мы, даже когда разговариваем с представителями этой ГОП-компании, там всегда присутствуют российские представители. Кстати говоря, украинские представители в Минской группе ни разу не рассказывали, как это там проходит. И они всегда говорили, я не хочу называть имен, потому что это конфиденциальные всегда были разговоры, что эти вот господа, там Пушилин, Дейнега, те, кто были, они в основном молчат. Разговаривает кто? Разговаривает Грызлов, разговаривал Зурабов, разговаривал другой представитель России, который был до Грызлова в Минске. Они говорят, они общаются. А эти люди, они просто для того, чтобы подмахнуть, ну как это было в Минске. Их привезли, Захарчика и Платинского, они подписали то, что им сказали, они не участвовали даже в обсуждении этого документа. Тут вопрос даже нет, а кто контролирует линию разграничения? Почему-то у нас, непонятно по какой причине, российское военное командование взяло на себя ответственность по контролю линии разграничения на Донбассе. Чем это определено вообще, вмешательство внутренних дел соседнего государства? А там же не стоят войска ДНР, ЛНР. Вдруг почему-то туда приехала целая группа российских генералов, и это она контролирует, что происходит на линии разграничения. Внутри Украины. Абсолютно. Причем российская сторона выводит себя всегда тщательно из этого конфликта. Но генералы, но российский штаб почему-то в Донецке расположен. И как мы знаем со слов попавшего в плен российского военнослужащего майора Старкова, который это все на всех телеканалах рассказал, он кадровый военнослужащий, его перевели на службу, и он служил в составе 1-го армейского корпуса оккупационных сил, российские военнослужащие, на всех постах российские офицеры. Это не скрывается, это уже подтверждено многочисленными свидетельствами. Правильно ли я вас понимаю, что идеальная ситуация, ну не идеальная ситуация, резонная, разумная, рациональная ситуация с вашей точки зрения, исключить вообще из медийного, из политического поля этих так называемых лидеров, этих так называемых республик, и ставить вопрос только и исключительно о кураторах этого террористического движения, этого лагеря, о кураторах. То есть эти люди не существуют, они не должны существовать ни в каких переговорных процессах. Я вас правильно понимаю? Ну, они, по сути, не принимают какого-то основополагающего влияния на процессы. Они просто по настоянию России, с которой ведет переговоры Запад и Украина в рамках Минских соглашений, берут туда вот этих людей для антуража. Для изображения внутреннего конфликта, это понятно. Да, безусловно, но и Запад, и Украина достаточно едины в оценке этих маринеточных структур, поэтому, в принципе, то значение, которым придается, в Украине, скажем, никто их не воспринимает и не будет воспринимать как договоривающие стороны. Нужно ли, нет, я сейчас говорю о более резких формулировках. Считаете ли вы, что они должны быть просто исключены? Их не должно быть. Вот то, что делает там Надежда Савченко, и вдруг кто-то еще захочет с ними подоговариваться, этого не должно быть, это нужно исключить. Ну, безусловно, нужно исключить, вообще, скажем, Донбасс нужно освободить. То есть, есть некая реалия, реалии политические, которых проходит сейчас переговорный процесс, это выбрало руководство страны. А, безусловно, всех этих людей там быть не должно. Если бы оттуда были выведены российские оккупационные войска и российские военнослужащие, то, поверьте, через неделю вот всех этих так называемых переговорщиков, они бы уже сидели в Москве. Все, что там, этот спектакль, держится только на российских штыках. Юра, а вы считаете, на каком этапе Савченко Надежда стала тем, чем она сейчас является? Она на каком этапе? Вот я разговаривала здесь с киевскими коллегами, и один говорит, как же, вот мне интересно, где там перемкнуло, где перещелкнуло, в какой момент, ну, грубо говоря, завербовали. Вот когда это с ней случилось? Я думаю, что это на самом деле произошло уже только после сюда возвращения в Украину. Дело в том, что здесь Путин выставил переговорщикам своего кума Виктора Медведчука. Виктор Медведчук и его структуры ведут в Украине открытую легальную деятельность. Представители его фонда встречаются не только с Надеждой Савченко. Аналогичные предложения по участию в публичной политической деятельности делались и делаются другим украинским бывшим заложникам, которых освободили и вернули из плена. То есть они ведут такую работу, да, для того, чтобы показать людям их значимость, скажем, поднять их статус, да, то есть это делается открытое приложение. Прилагаются ресурсы, прилагается медиаподдержка для того, чтобы вот тебя освободили, а хочешь ли ты освободить остальных, помирить два наших народа. Ну и есть люди, конечно, ну вот человек всю жизнь служил солдатом в армии, да, вот попал в плен, вот он из плена возвращается, ему говорят, нет, ты уже не просто солдат, ты не просто пленный, ты народный депутат, ты представитель народа Украины, и на тебя возлагается большая миссия помирить Россию с Украиной и освободить всех заложников, да. И это делается серьезно, да. Если у человека нет критического мышления или понимания своего статуса в обществе, то, безусловно, он на это может повестись. Я считаю, что это раньше произошло, потому что я уже говорил в нашем эфире, что для госпожи Савченко были созданы беспрецедентные условия защиты. Она была главным медийным персонажем, причем опять-таки с помощью российской стороны. И неодиозным, да, это очень важно. К ней впускали в суд камеры, все это показывали. К ней пускали журналистов, и российских, и зарубежных, и украинских, что очень важно. И те условия, которые были созданы в суде для Савченко, невозможно сравнить с теми условиями, которые были созданы, например, для суда Карпюха и Хлыха. Более того, вот к суду над Карпюком и Хлыхом, когда Савченко приезжала в Москву на апелляцию, было приковано большее внимание, чем, собственно, к судебному процессу над ними самими. Конечно, а он же высказал обиду по этому поводу. Он сказал, прискакала, встала перед камерами, и теперь никто не думает вообще, куда. Все говорят о том, что она приехала в Москву. Да, никто не говорил об их деле. Куда, зачем, абсолютно. То есть этот совершенно эффект, она их перебила просто напрочь, одним ударом. Вот это меня настораживало и тогда. Вопрос, было ли это сознательно, умышленное. Вот этот пиар-шум, вот по подавлению этого процесса, был ли он умышленным, или так получилось? Слушайте, на самом деле, если бы у нас была журналистика, направленная на критическое мышление, сейчас кто-то из нас должен был бы заняться, вот написать книгу о Надежде Савченко. Не о суде, не только о суде, а о начале, с начала до конца. Встречиться со служивцами, встретиться с людьми, которые с ней работали, встретиться с членами семьи. Это интересная была бы книга. И, разумеется, с адвокатами, когда был процесс. Поговорить с людьми типа Плотницкого и Захарченко. Когда, кстати говоря, книга не для украинского, а для западного журналиста была бы неплохой. Тогда, может быть, мы понимали бы, что такое вообще эта история. Это совершенно невозможно эта книга никак, потому что мы совершенно не понимаем и не знаем, кто и в какую минуту ей управляет, кто управляет Медведчиком, кто, когда, кому отдает эти указания. Все механизмы подковерные в этой истории скрыты. Я скажу вам, кто управляет Медведчиком. Я знаю, кто управляет Медведчиком. Медведчиком управляет Владимир Владимирович Путин. Этот ключик находится в руках совершенно известных. И, кстати говоря, я должен сказать, что Виктор Владимирович... Но управляет ли Путин Савченко посредством Медведчука? Это все равно вопрос все-таки открытый. Виктор Владимирович заботится о своей репутации серьезнее, чем Савченко. Я понял, что у меня лично была ситуация, когда я некорректно процитировал какую-то его фразу. Действительно, он-то этого не говорил. Мне немедленно написал его пресс-секретарь, что Виктор Владимирович не говорил ничего подобного. И я эту цитату, безусловно, исправил. Потому что я считаю, что профессиональный журналист, даже если он не поддерживает какие-то взгляды, он должен их точно излагать. Но я заметил, что Виктор Владимирович, в отличие от господи Савченко, внимательно контролирует всю свою публичную активность, потому что он профессиональный политик. Но я еще хочу сказать, Юра, вот вы, может быть, согласитесь со мной, что у нее есть группа поддержки в Украине все еще, у Надежды Савченко. Она пользуется популярностью все еще. И есть люди, которые бросятся ее защищать от нас с вами. Вот мы сидим, в общем, как бы ее критикуем. Они бросятся ее защищать. Вы согласны, что она чувствует себя очень уверенно? Она чувствует себя, вот я видела ее в лифте, она чувствует себя уверенно, звездой, политиком. Она видела эту страну в правильном направлении, к миру. Ирина, ну смотрите, Украина свободная страна. Здесь у любого медийного человека есть своя группа поддержки. У нас сейчас феномен. У нас такая вот партия за життя образовалась. Возглавляет ее некий Вадим Рабинович. Вот в партии, на сайте партии, четыре члена партии указано. Больше никого нет. Два месяца эта партия крутится по нескольким телеканалам, заказывает телерекламу, проводится соцопрос. И что, это удивительно, до пяти процентов показывается сразу рейкинг тех, кто готов проголосовать. Господин Рабинович чувствует себя увереннее. Два месяца, еще увереннее. Кто такой Рабинович? Два месяца назад здесь вообще никто бы не сказал, что этот человек в принципе может попасть в какой-то соцопрос. Вообще попасть. Здесь он сразу получает пять процентов. Почему? Телевидение, вот все то же, что работает в России. Просто в России оно работает монопольно. У нас децентрализовано. Человек заказывает фону. И у людей нет критичного мышления. Вот он говорит какие-то абсолютно банальные вещи. То есть человек, который всю жизнь работал в власти, участвовал в массе скандалов, связанных с коррупцией, с чем угодно. Вот он говорит, вернуть все деньги народу. Ура! И это реально транслируется много раз. Ура! Я готов! Да, вот и все. То есть ни партии нет, ничего. Два месяца идет рекламная кампания, пять процентов рейтинг. Лена, он уже встречался с Марин. Он уже встречался с Марин Лепен. Отменить сплату за отопление. С Марин Лепен. Уже, да? Он проводил встречу с Марин Лепен, все-таки серьезный политик. Но она уже с ним встречалась. Безусловно. То есть это, вы же знаете, что... Я, по-моему, наверное, на всей Украине одна знаю, кто такой Вадим Рабинович, потому что я помню, что он покупал московские новости. Да, покупал киевские варианты. Я его с тех пор помню. И угробил их. Но, кстати говоря... Да, прикольно. Хорошо, а что вы считаете тогда, что вы считаете Мирилом действительно реального авторитета, реального успеха политика? Вот, Надежда Савченко, мы перед эфиром, мы не стали своими выкладками делиться, но мы перед эфиром, Виталий мне показывал списочек, в котором он стоит на 22 пункта выше, чем Надежда Савченко. Это народное голосование. По народному голосованию. У политика есть только один реальный рейтинг. Это выборы. Голоса избирателей, да. Для этого придуманы демократические выборы. Все, что происходит в период между выборами, это абсолютно умозрительные заключения, которые могут не конвертироваться в голоса, да. У нас Россия, Россия там целый год были страшные репортажи, как страшный правый сектор убивает всех, кто не говорит по-украински. И это вообще страшная террористическая организация. Она запрещена в России. Там везде пишут, запрещена в России. Прошли выборы, и вдруг оказалось, что этих страшных террористов, этой хунты, которая режет, там всех жителей Донбасса, оказывается, у них полтора. Полтора процента голосов, да. Это абсолютно не сложилось с той калькой, которую навязывается ЕСМА с информацией в России. А вот у нас время заканчивается. Давайте тогда мы все-таки прогресс мы посвятили героине, звезде украинской медийного и российского, такая объединенная звезда российского, украинского пространства, информационного. Каковы ее электоральные перспективы? Она теперь не в партии. Что теперь ей светит просто политически, Виталий? Я думаю, что ничего. Потому что если человек не имеет серьезного партийного ресурса, Надежда Савченко может быть избрана по мажоритарному округу. Я думаю, что у нее есть возможности такие. Если она правильный округ выберет, правильные месседжи найдет и так далее, и так далее. Имеет ли это какое-то значение? Нет, не имеет. Потому что здесь имеет значение только серьезные политические проекты. И Юрий абсолютно прав. Когда говорит, что только голоса избирателей решают вопрос подлинной популярности политика. Но есть еще один очень важный вопрос. Политик, даже добиваясь популярности, должен понимать, что ему делать с этими голосами и с этой народной поддержкой. Мы завершим передачу «Лицом к событию» с Киева. И завтра встретимся в Москве и продолжим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова